Дорогие гости, я вас приветствую. Я представлю, кто с нами на прямой видеосвязи. Это Константин Владимирович Николаевиченко, исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу и Игорь Олегович Костюков, заместитель начальника отдела контроля и анализа охраны лесов. Ну что, давайте начнем. Приветствую вас, коллеги, в нашем эфире. Хорошо ли нас слышно? Добрый день, Евгений. Да, хорошо слышно, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. Ну, как вы правильно сказали, наверное, здесь мы акцентируем большее внимание, что у нас весенний период времени, да, это майские праздники, это, наверное, не лесные пожары, да, а мы больше акцентируем именно на ландшафтные пожары. Все мы прекрасно видим, проезжая по дорогам, да, что горят именно поля. Вот. Здесь, как бы, у нас довольно-таки положительная статистика. У нас, в принципе, с начала года, да, с начала пожароопасного сезона у нас, значит, лесных пожаров вообще меньше по отношению с прошлым годом в 2,1 раза. Вот. А огнем пройдено, значит, пройдено огнем по площади вообще в 7,6 раза, да. Вот. Но, как вы правильно сказали, в то же время наши поля, наши болота как горели, так и горят. И как раз мы ощущаем вот этот запах дыма, наверное, запах гари этой, да, в городах. Вот. Ну, у нас традиционно это два субъекта, да, два таких субъекта, которые степные. Это у нас Новосибирск и Омск, вот, которые подвержены больше всего ландшафтным пожарам, пожаров. Поэтому и там, и в Новосибирске, и в Омске, наверное, жители этой весной сильно ощущали запах вот этой гари. Именно по пожарам, которые горели на поля, болота в этой местности, но никак не лесные. Вот. Ну, а в целом, Евгения, да, я хочу немножко отразить информацию, что у нас сегодня во всех, значит, на всех территориях Сибирского федерального округа открыт противопожарный режим, пожарный сезон открыт. Вот. И также открыт особый противопожарный режим. Вот. У нас немножко, значит, недооткрыли это в Красноярском крае и в Иркутской области, но мы все прекрасно понимаем о том, что на сегодняшний момент некоторые территории у нас Сибирского округа еще и под снегом находятся, да, вот, и еще даже и, наверное, снега. И одинаковая погода, да. Конечно. Поэтому есть в каких-то лесничествах Красноярского края и Иркутской области еще не открыт пожароопасный сезон и, соответственно, особый противопожарный режим. Но, слава богу, режима ЧАЭС у нас на сегодняшний день нету. Вот. И, ну, в целом, у нас на сегодня действует 6 лесных пожаров всего на площади 122 гектара. Эти все пожары будут, значит, мы держим под контролем все пожары. Эти пожары будут по округу у нас локализованы и перейдут в стадию ликвидации сегодняшний же день. У нас в разные годы разные регионы, что называется, добавляли огонька. Это и в Томской области периодически горят торфяники, Якутия несколько лет назад очень масштабно полыхала, Красноярская тайга периодически полостает. Вот сейчас в Сибирском федеральном округе какие вы видите точки напряжения, то есть где может что-то, не дай бог, произойти? Ну, по большому счету, то, что мы видим, у нас ведь каждый день ведется авиапатрулирование, каждый день у нас ведется наземными службами мониторинг ситуации. И очень хорошо, конечно, помогает нам СДМ, Росрисхоз, так называемая программа космического мониторинга, где мы как раз видим площади, где мы отслеживаем термоточки и на сегодняшний день, конечно, у нас ситуация стабильная. Но хочу сразу обратить внимание на то, что, коллеги, уважаемые слушатели, уважаемые телезрители, именно поля еще у нас не закончились гореть, мы еще отмечаем большие территории, как раз где горят поля, территории Новосибирской и Омской области. Вот, наверное, это вот две области, на которые стоит обратить особое нам внимание, ну, и мы обращаем внимание, и мы смотрим, отслеживаем, и практически в ежедневном режиме мы проводим федеральные штабы, где рассматриваем ситуацию. Вот, также задействован у нас и федеральный резерв, значит, в те регионы, которые требуют незамедлительной помощи, у нас выезжают. Вот, но еще вот хотел бы особо обратить внимание на то, что мы сегодня, если вот статистика эта вещь такая точная, да, и мы говорим, что вот все у нас лесные пожары, да, все пожары весенние, не все, 30% всех лесных пожаров, да, как раз это переход из земельных категорий. Вот, представьте, да, уважаемые зрители, телезрители, слушатели, вот, если мы добьемся того, что не будут у нас гореть поля, да, если мы будем относиться к этому более ответственно и внимательно, да, то мы сразу можем избежать, 30% лесных пожаров у нас не будет существовать, соответственно, и по площади, да, и по количеству. Вот, на это я бы хотел обратить внимание. Слушайте, ну, это действительно очень такие серьезные цифры, серьезный вклад получается. А как можно предотвратить пожары? Вот вы говорите, да, если не жечь, в принципе, поля, чтобы не было ландшафтных пожаров, тогда не будет 30%. Как можно предотвратить остальные оставшиеся 70% пожаров? Возможно ли это? Какие меры для этого предпринимаются вот усилиями вашего департамента, вообще всех органов власти, чрезвычайных служб? Что для этого делается? Ну, смотрите, как правило, да, мы говорим о том, что практически вот этот процент оставшийся, это неосторожное обращение с огнем. Это наше население, которое, к сожалению, своим поведением, как вы правильно сказали, да, на майские праздники и, значит, в последующем, да, жгут эту траву, оставляют эти костры, вот. И, соответственно, мы получаем пожары. Совсем небольшой процент, это в районе 3-4%, это сухие грозы. Мы должны понимать о том, что у нас пожары тоже, еще и сама природа поджигает, что у нас есть такая причина, как сухие грозы. Поэтому еще раз... Но это всего 3-4%, то есть это совсем крохотное... Тогда в основном это люди, это вот... Деятельность человека. Конечно, конечно. Игорь Олегович, у меня к вам вот есть вопрос. Я знаю, что в рамках вашей деятельности в том числе проходят всевозможные проверки, плановые, внеплановые, выезжаете на места, в лесхозы. С кем работаете, кого проверяете и какой эффект дают вот подобные проверки, то есть насколько это работает на предотвращение? День добрый, уважаемая студия, уважаемые зрители и телезрители. Хочу сказать, что мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года на территории Сибирского федерального округа завершены. Сводные планы тушения лесных пожаров о росли с хозом согласованы и утверждены губернаторами. По поручению президента в марте месяце должностные лица департамента осуществили неплановые выездные проверки непосредственно на территории субъектов, по результатам которых были признаны два региона неготовыми, это Республика Алтай и Республика Тыва. По состоянию на май месяц, первые числа, все субъекты устранили свои нарушения, в том числе и Республика Тыва, и Республика Алтай. И можно говорить о том, что все субъекты готовы к пожароопасному периоду. А что значит не готовы? Это имеется ввиду, что есть перечень критерий, их порядка 28 единиц, определенных приказом росли с хоза, в которые входят определенные направления, непосредственно наличие инвентаря, наличие дополнительных документов и так далее и тому подобное. То есть техники личного состава, да? То есть вот там все проверяется в этом плане. Понятно. Ясно. А проверяются только, получается, вот службы, которые будут непосредственно задействованы и те органы власти, которые это контролируют. Я правильно это понимаю? Непосредственно должностные лица департамента выезжают в субъекты Российской Федерации, в Сибирском округе, это такие, Министерство лесного хозяйства, либо Главное управление лесами, все зависит от субъекта. Непосредственно потом в ходе проверки выезжаем в лесничество, наиболее горимые, смотрим формирование, ЛПС, наличие средств, сил и так далее. А вы работаете с бизнесом, который вот непосредственно эксплуатирует леса. Вот там бывают какие-то проверки, у вас есть такие полномочия для того, чтобы они были в курсе, да, техника безопасности работы в лесу, то, что касается там зоны ответственности, потому что, ну, понятно, что если там люди занимаются вырубкой, например, да, законной, легальной или еще какой-то деятельностью в лесу, но при этом не соблюдают тут правила противопожарной безопасности и вот становятся виновниками. Вот вы такой вот аспект проверяете? В этих критериях, что сказал выше, имеется такой пункт, что мы при проверках проверяем органы госвластий, которые в свою очередь, как бизнес-арендаторов, должны проверить их лесопожарное формирование на соблюдение правил пожарной безопасности арендуемого участка. А вот когда проверяют готовность всех служб и органов власти, когда говорят о том, что да, вот они готовы, но они готовы к такому какому-то среднестатистическому течению пожароопасного сезона, или там в том числе закладываются еще и какие-то чрезвычайные истории, как, например, пожары в Якутии, которые были несколько лет назад. То есть способен ли регион и способен ли наш федеральный округ в целом, например, самостоятельно, со своими силами справиться с каким-то вот именно чрезвычайно сильно развившимся пожаром? Ну, на случай возникновения таких событий, конечно, силами субъекта, возможно, будет и сложно справиться, но есть межрегиональное маневрирование, которое осуществляется между субъектами обмен силами и средствами. Также имеется федеральная служба лесовая охрана, которая имеет свои силы, средства и авиацию, которая, в свою очередь, помогает тушению лесных пожаров. Евгений, если можно, Евгений, можно, если я добавлю? Это то, что говорит Игорь Ильич, это так называемый у нас лесной спецназ. Есть такая служба, да, федеральная служба, где как раз по плану межрегионального маневрирования мы на штабе принимаем решение, помощь субъекту, если требуется, и губернатор обращается в федеральное агентство, и федеральное агентство, так еще раз повторюсь про лесной спецназ, как раз и предоставляет количество сил и средств на тушение вот этих вот сложных пожаров, тех пожаров, в которых регион может быть там где-то что-то не справляется, и нужны дополнительные силы. Но как раз это вот и есть, да, сводный план. У нас же есть еще не только федеральный, у нас еще есть региональный, да, и мы как все, ну, нормально организованные люди, да, мы помогаем нашим соседям, да, и вот, допустим, Новосибирск и в прошлом году, и позапрошлом году всегда помогал, всегда наши ПДПСники, это пожарные, десантные услуги выезжали в другие регионы и помогали. Также из других регионов по всей России у нас есть количество сил и средств, вот тех людей, тех, значит, должностных лиц, которые могут выехать, которые могут помочь, как раз вот в этой чрезвычайной ситуации. Поэтому, ну, я уверен, что никто не останется без внимания, и при возникновении такой сложной ситуации, однозначно, из других регионов... Будем надеяться, что не случится. Да, будем надеяться, да. Извините. Да, у нас на самом деле в интернете так принято. Все по-человечески. Константин Владимирович, а вот скажите, пожалуйста, а что вообще грозит по законодательству, ну, и вообще в практике, что уже отработано нарушителям правил пожарной безопасности в лесах, вот частным лицам, юридическим лицам, ответственным чиновникам, организациям? Ну, смотрите, может быть, мы начнем с того, что на самом деле мы сегодня у нас очень большое количество должностных лиц выезжает и патрулирует леса. Да, это и лесная охрана, да, в своей части, это и МЧС, это и органы местного самоуправления, они тоже у нас участвуют в этих. И вот, ну, если интересны цифры, да, хочу вот что сказать, что у нас уже с начала года у нас 692 контрольно-надзорных мероприятий выполнено по федеральному государственному лесному контролю. Хочу обратить внимание, это только лесной контроль, да, не считая еще и МЧС. То, что я сказал, что мы в целом, значит, выезжаем и смотрим. Вот, 22 тысячи патрулирований, значит, в лесах, 2140 мероприятий, проведенные совместно с другими органами, да, ну, мы не одни, мы выезжаем, там у нас есть СМВД, значит, с прокуратурой, со следственными органами, потому что надо понимать, что все наши пожары, да, все наши пожары, которые случились, мы передаем в органы МЧС, органы МВД для расследования, да, и выявления виновников этих пожаров. Вот, но, значит, что хочу отметить, что у нас на сегодняшний день, в 23-м году, мероприятий в рамках лесной охраны больше на 65%, коллеги. Значит, вот мы здесь видим, это, конечно, и увеличение финансирования со стороны федеральных органов, да, со стороны Рослесхоза. Вот, поэтому здесь работа такая масштабная, плановая проводится, и, конечно, есть результаты, конечно, есть, значит, люди, у нас вот 554 человека уже привлечено к административным правонарушениям. Ну, а в целом, что хочу сказать, в целом, значит, что за нарушение правил пожарной безопасности у нас есть не только административная ответственность, у нас еще есть уголовная ответственность. Все зависит от того, к чему привел. От степени тяжести последней, да. Конечно, мы понимаем о том, что если вот он ушел, да, и вот этой, ну, слава богу, природных пожаров у нас нету, да, это ландшафтные пожары, которые перешли на населенные пункты, да, мы же новости смотрим, мы это видим все и прекрасно понимаем, что происходит. Вот, и у нас за административную ответственность у нас на граждан предусмотрено от 15 до 60 тысяч рублей, вот, на должностных лиц от 30 до 100, 10 тысяч рублей, а на юрлиц от 100 до 2 миллионов, вот. Также уголовная, значит, уголовная ответственность, которая предусмотрена как раз за пожары, она тоже довольно жесткая, вот, и не надо думать, что здесь как-то все это пройдет, и доказание человек не понесет, ну, признанный, виновный, конечно, по решению суда в этих пожарах. И обязательными работами, вот, да, самое минимальное, что и грозит, это вот 480 часов обязательных работ. Это начало, да. Исправительных работ 2 года, принудительные работы до 4 лет, и самое такое, наверное, жесткое, да, и самое такое, наверное, ну, неприятное, это лишение свободы до 10 лет. До 10 лет мы, как бы, суды могут рассматривать вот в рамках вот этих уголовных дел, значит, наказания. Ну, довольно-таки жесткие, на самом деле, последствия могут наступить, так что, господа, которые, и граждане, которые любят нарушать противопожарный режим, прислушайтесь, пожалуйста, к этим цифрам и к этим срокам наказания, потому что лес все-таки это наше общее достояние, и достояние не только нашего поколения, но еще многих поколений вперед. А у меня вопрос, как говорю, Олеговичу, вот он такой, технический скорее, да, вот мы уже услышали, что есть десантные у нас возможности, есть облеты при помощи авиатехники для наблюдения за состоянием лесов, а используются какие-то новые технологии. Вот сейчас очень популярна вот эта тема беспилотников везде, и, ну, как мне кажется, что для такого контроля за лесами это было бы, наверное, максимально удобно, учитывая труднодоступность, большие площади, беспилотники самое то. Да, вы правы, в настоящее время на территории Сибирского федерального округа насчитывается порядка ста единиц летательных аппаратов беспилотных, в большей степени отмечается их использование на территории Новосибирской области, Красноярского края и Иркутской области. Имеется это квадрокоптеры, в том числе имеются и самолетного типа беспилотные аппараты. Насколько у нас готов ваш персонал к дальнейшему использованию? Сколько, ну, вот, хватает ли квалифицированных кадров? Потому что много сейчас говорят о том, что техники-то, может, и хватает, а вот с операторами сложно. Смотрите, там в каждом лесничестве есть специально обученные должностные лица, которые прошли соответствующий курс, и они с мастерством используют эту технику. Чтобы при проведении проверок они подтвердили свое мастерство, используя этих летательных аппаратов при мониторинге или пожарной обстановке на территории своего лесничества. Ну да, потому что это на самом деле очень важно, особенно в ваших условиях. Даже мы, телевизионщики, когда используем квадрокоптеры, их периодически теряем то на проводах, то на деревьях. А в вашем-то случае нужно, чтобы там максимально были опытные люди, которые бы возвращали технику с нужными данными на место, что называется, приписки. Ну и у меня, да, последний, наверное, вопрос именно в этом блоке, именно про лесные пожары Константину Владимировичу. Вот есть еще такой аспект, который, ну, об этом часто говорят в криминальной хронике, когда под видом лесных пожаров, в общем, пытаются скрыть незаконные рубки и так далее. Вот насколько эта ситуация является сложной у нас в Сибирском федеральном округе, учитывая масштабы вашего лесного хозяйства, нашего общего лесного хозяйства. И за последнее время, может быть, какая динамика стала меньше, стала больше? Приводит ли это к каким-то, ну, большим, чрезвычайным ситуациям? Да, Евгений, ну, немножко дополню про квадрокоптеры. Поверьте, и мы тоже их теряем, да. Да, и в моей практике было очень хорошо и удобно квадрокоптер, значит, тушить пожары, да. Мы понимаем, что пожары, это же ведь не как костер, да, а пожары имеют кромку определенную, по которой идет разрастание, да, и площадь. И очень, конечно, удобно, когда поднимаешь квадрокоптер и видишь, где-то у нас, где-то, естественно, затухло, да, где-то вот у нас идет кромка активного горения, да, куда и как раз надо перебросить силы и средства. Поэтому это в лесном хозяйстве, вот у нас, вот эта малая вяза, она очень нам хорошо помогает, прекрасно себя зарекомендовала и на тушение пожаров, и даже на мониторинге, да, вот в моей практике было о том, что вот как раз сухие грозы, и мы поднимали квадрокоптер и смотрели, чтобы, не дай бог, не загорелось, но не загорелось, слава богу. Вот, что касается вот такой практики, да, вот таких вопросов, то, что касается нарушений лесного законодательства, непосредственно незаконных рубок, то, что пытаются как раз, наверное, спрятать, да, утаить, но ни для кого не секрет, территория у нас большая, да, и законодательно, в принципе, предусмотрено, значит, подсчет вот этого ущерба, да, от незаконных рубок, да, по материалам лесоустройства, по тем материалам мы считаем ущерб, которые у нас есть на бумаге, поэтому смысл вот этого поджигания, да, смысл вот этого, то, что вот эти вот, ну, хулиганы, наверное, да, вот эти вот... Черные лесорубы. Черные лесорубы, да, нехорошие люди, вот, делают, смысла этого нету, поэтому ущерб мы в любом случае посчитаем, ущерб мы в любом случае предъявим, вот, и виновник будет наказан. Поэтому, ну, есть единичные случаи, но, мне кажется, это было... Но это не болевая, да, такая вот сейчас... Да, это не то, что вот постоянно, не то, что это какая-то практика такая постоянно, этого нет, конечно. Ну, и слава Богу, одной проблемой меньше одной головной боли для вас, меньше, и для нас, для всех тоже. Ну что, спасибо большое, мы завершаем этот блок нашего разговора, но тему леса мы сейчас продолжим после небольшой паузы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok